Как-то раз, спускаясь в метро, подумала, что мы так привыкли к этому удобному и, самое главное, быстрому городскому транспорту, что уже трудно представить, как жили люди без него. А ведь 90 лет назад еще не было в нашем городе метро. И однажды весь транспорт в Москве от трамвая до производщиков остановился в длинной пробке. Вот тогда-то и решили построить в городе метрополитен, что в переводе с французского значит столичная железная дорога. Такое название имеет метро в разных странах мира. А откуда началось строительство метро? Вот здесь, на Русаковской улице Москвы, в районе Сокольников, и началась Великая стройка. А сегодня здесь висит памятная доска. На строительство метро приехали и строители, и рабочие разных фабрик и заводов, и многие другие. Многим хотелось приехать на строительство первого в нашей стране метро. Приехал на строительство метрополитена в Москву и мой дедушка Михаил Мешков, который до этого был кондитером. Строительство проходило под девизом «Создадим дворец для народа». Поэтому архитектура подземки на некоторых станциях похожа на дворцы. Строила московское метро вся страна. Из Ленинграда и Сибири, с Волги и Северного Кавказа, с Урала и Дальнего Востока, поступали на стройку эскалаторы, электромоторы, рельсы, строительный лес, цемент, гранит и мрамор. А вот, посмотрите, знаменитая буква «Н», которую поставили на всех входах в метро. Построили первую линию метро всего за четыре года. Прошло примерно 85 лет, как от станции «Сокольники» отправился первый поезд. Именно с этой станции «Сокольники» началось строительство столичного метрополитена. А это станция метро «Площадь революции», которую тоже построили одной из первых. В галерею из 76 бронзовых извояний приезжают посмотреть люди из разных городов и стран мира. Многие считают, что если потереть нос вот у этой собаки или у читающей книги девушки потереть туфельку, то день пройдет удачно. А вот одна из известных станций московского метро «Маяковская». Обратите внимание на овальные купола, внутри которых находятся лампы освещения и мозаичные панно. Делались они по рисункам художника Дейнеки из цикла «Авиация». Во время Великой Отечественной войны метро использовалось как богоубежище. При воздушной тревоге и авианалету движение поездов метро прекращалось и отключался электроток. На станциях были оборудованы места для женщин и детей. Мужчин чаще направляли в тоннели, которые тоже были оборудованы лежаками и лавками. Метро в годы войны стало местом проведения праздников, которые, вероятно, были москвичам даже нужнее, чем в мирное время. На некоторых станциях метро делали библиотеку. Сотрудники метрополитена особенно заботились о детях, проводили уроки и выдавали им бутылочки молока. После войны было построено очень много новых красивых станций. Вот, например, моя любимая станция Новослободская. Стены станции украшены настоящими витражами, для создания которых использовали стекла с подсветкой. На них изображены всевозможные узоры и люди разных профессий – географ, художник, агроном, архитектор. В торце зала расположено большое во всю стену панно. Мир во всем мире. Панно изображает счастливую мать с ребенком на руках. Станция Комсомольская кольцевая по праву считается одной из красивейших станций московского метрополитена. Оформление станции посвящено теме борьбы русского народа за независимость. Потолок станции украшен мозаичным панно, на которых изображены Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Менин и Дмитрий Пожарский, Александр Суворов и Михаил Кутузов. А сейчас я хочу показать вам уникальную станцию. Это Воробьевы горы. Это первая станция метро в России, расположенная на мосту над рекой. Посмотрите, какой красивый вид на Москву реку и на достопримечательности. Лучше нашего метро не было и нет. Здесь красивое тепло, чисто яркий свет. Поезд наш бежит вперед быстро с ветерком. Машинист его ведет. Путину знаком.